Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава Евангелия от Иоанна. Я читаю ее с небольшими комментариями в своем переводе для библейского портала Экзегет. Мы на середине Евангелия, и скоро уже пойдет речь о распятии и воскресении, а поэтому рассказана история, которая предваряет все это. Ее рассказывает не только Иоанн, но Иоанн это делает особенно подробно. Один человек заболел. Лазарь из Бифании, из того зеления, где жили Мария и ее сестра Марфа. О них будет еще подробнее рассказано в следующей главе. Мария была той самой женщиной, которая помазала Господа благовонным маслом и вытерла его ноги своими волосами. Но вот пока еще этого нету. И вот ее брат Лазарь заболел. Сестры передали Иисусу известие. Господи, тот, кого ты любишь, болен. Как бы даже не настаивая, приди, помоги, исцели, просто сообщают. Иисус, услышав об этом, сказал, эта болезнь не приведет к смерти. Она ради славы Божьей, чтобы через нее прославился Сын Человеческий. Напомню, что точно так же о слепорожденном он говорил, чтобы на нем явились дела Божьи. Он родился слепым. Иисус любил Марфу, ее сестру и Лазаря. Но когда он услышал о его болезни, то оставался на прежнем месте целых два дня. Затем он говорит ученикам, мы теперь вернемся в Иудею. Почему бы раньше было не вернуться, раз так это было важно. Ну, увидим сейчас. Ученики возражают ему, Рави, только что иудеи собирались забросать себя камнями, и ты возвращаешься к ним? Иисус ответил, день длится 12 часов, не так ли? Кто ходит при свете дня, тот не споткнется, потому что видит свет этого мира. А кто станет ходить ночью, тот споткнется, потому что источника света в нем нет. Причем здесь это? Ну, вот он говорил уже, что надо творить дела отца, пока день. И, очевидно, это такой ответ на опасение, тебя собрались забросать камнями, а ты к ним возвращаешься. Но ведь день, но ведь надо успеть это сделать. Так он им сказал, а потом добавил, друг наш Лазарь уснул, я пойду пробужу его. Ученики ему ответили, раз он уснул, то поправится. Иисус это сказал, имея в виду его смерть, но ученики решили, что он говорит об обычном сне. Ну, понятно, да, естественно. Тогда Иисус сказал им, открыто, Лазарь умер. Я рад, что меня там не было, рад из-за вас, это побудет вас поверить, а теперь пойдем к нему. Ну, то есть, задерживался он ровно для того, чтобы дать ему умереть. Ничего себе план. А Фома, которого называли близнецом, ну, собственно, имя Фома и означает близнец, сказал другим ученикам, пойдем, и мы умрем вместе с Иисусом. Непонятно, с чем он был близнец, вероятно, у него был брат-близнец, но мы об этом ничего не знаем. Но здесь он себя ведет, как близнец Иисуса, да, то есть, говорит, мы тоже, мы тоже, мы так же должны. А почему он готовится умереть? А он не верит в то, что Иисус воскресит Лазарь? Да это было адно, в конце концов. Ну, умер Лазарь и умер. А его самого убьют. Его ищут, хотят побить камнями. И то, что он там говорит, Фома вообще-то в ничего не воспринимает. Он такой очень скептический, настроенный, мы с ним еще встретимся по этому поводу. Когда Иисус туда пришел, то обнаружил, что Лазарь уже четыре дня как в гробнице. Хоронили обычно сразу после смерти. Вифания была вблизи Иерусалима, стадия в 15, ну, это два с половиной километра, то есть, за полчаса дойти. Так что многие иудеи пришли к Марфе и Марии выразить им свое сочувствие. Когда Марфа услышала о приходе Иисуса, она вышла ему навстречу, а Мария осталась дома. Марфа сказала Иисусу, Господи, будь ты здесь, мой брат бы не умер. Но даже сейчас я знаю, что Бог дарует тебе все, о чем ты его попросишь. Фактически она говорит, ты можешь его воскресить, хотя напрямую этого не указывает. Но вот такое доверие, то есть, Бог дарует все, о чем ты попросишь, тебе виднее. Иисус ей говорит, твой брат воскреснет. Ну, вот он ей говорит это напрямую. Отвечает ему Марфа, знаю, что воскреснет, когда воскреснут и другие в последний день. То есть, это вера в то, что люди вернутся к жизни в момент суда, в момент конца земной истории. Ну, и да, соответственно, все, включая Лазаря. Иисус ей сказал, я воскресение и жизнь. Кто верит в меня, даже если умрет, оживет. Всякий, кто жив и кто верит в меня, не умрет вовеки. Веришь ли ты в это? Здесь у нас, кстати, такая богословская проблема. Люди же умирают, в том числе верующие в Иисуса. Далеко не все из них воскресают тем же способом, каким воскресает Лазарь. Но, возможно, он здесь говорит, что такое тоже бывает. Это не обещание каждому, это провозглашение в данной ситуации. Веришь ли ты в это? А какая, казалось бы, разница? Верит, не верит. Если не верит, увидит и поверит. Но очень часто вот эти исцеления, а в данном случае воскрешение, начинаются с того, что человек проявляет какую-то веру, пусть небольшую, частную, маленькую, но свою. Говорит она ему, да, Господи, я уверовала, что ты Христос, Сын Божий, пришедший в этот мир. Сказав это, она пошла, позвала свою сестру Марию, шепнув ей на уху, учитель, здесь и зовет тебя. Ничего не стал пересказывать, но, очевидно, для них вот возможность встретить его, это самая главная ценность даже на похоронах, где, казалось бы, они оплакивают брата. А та едва это услышала, сразу же встала и пришла к нему. Иисус тогда еще не вошел в селение, ну, то есть, его встретила Марфа пораньше. Он был там, где его встретила Марфа. Иудеи, которые пришли выразить соболезнование, были вместе с ней в доме, заметили, что Мария быстро поднялась и вышла и отправились следом за ней. Они решили, что она идет к гробнице оплакивать там брата. Ну, а чего еще делать на похоронах, да? Правда, уже четвертый день, но все равно траур-то длится. А Мария пошла туда, где был Иисус. Вот такая мелкая деталь, но все равно, вот, идти оплакивать брата на могилу, где уже нечего ждать, да? Или идти к Иисусу, не зная, чего ждать, но ожидая чего-то. Увидев его, она бросилась к его ногам со словами, Господи, будь ты здесь, брат бы мой, не умер. Ну, вот, то же самое, что говорила ее сестра, но понятно, что, может быть, это даже некоторый упрек, но одновременно это вера. Иисус, видя, как она рыдает, и как рыдают вместе с ней собравшиеся иудеи, с душевной горечью и волнением, иногда переводят негодованием, даже негодованием на смерть, а волнение, просто нейтральное чувство, с душевной горечью и волнением спросил, куда вы положили его? Говорят ему, ступай, господин, и увидишь. Иисус заплакал. Ну, вот здесь для современного толкователя, по крайней мере, две проблемы. Во-первых, он не знает, куда его положили. Как же он не всеведущий? Да, не всеведущий, здесь он человек. А во-вторых, он плачет. А что плакать, когда он собирается его воскресить? Наоборот, надо как-то порадоваться и сказать, ну, сейчас такой сюрприз будет. Но, смотрите, вот горечь не отрицается. Не обесценивается скорбь по умершему, да? И даже вот этот перевод негодования вместо волнения, ну, вот это возмущение смертью, как чем-то страшным, чудовищным. Иудеи стали говорить, вот как он его любил. А некоторые из них добавили, он сделал глаза слепого зрячими. Неужели он не мог и Лазарь избавить от смерти? Тоже как бы с некоторым упреком. То есть, вот смотрите, то, что Иисус исцеляет, уже воспринимается как такое обязательство, что вообще ни с кем ничего плохого не случится. И вот Иисус в еще большем волнении подходит к гробнице, а это была пещера, ко входу которой привален был камень. Действительно, хоронили обычно в пещерах, а камень закрывал вход от диких зверей. И Иисус говорит, уберите камень. Марфа, сестра покойного, возражает ему, Господи, уже пахнет, ведь пошел четвертый день. То есть, тление тела уже вовсю идет. Говорит Иисус, я же сказал тебе, если будешь верить, то увидишь славу Божью. Ничего конкретного, просто верь. Камень убрали. Иисус поднял взор к небу и сказал, Отец, благодарю тебя, что ты меня услышал. Я знал и так, что ты всегда меня слышишь. Но сказал это для народа, что стоит вокруг, пусть они поверят, что это ты меня послал. Они все не верят и не верят и не верят. Но вот прежде чем сказать то, что прозвучит очень громко, он обращается к отцу. И это, мне кажется, здесь принципиально важно, потому что именно обращение к Богу показывает, что это Бог его услышал. Не то, что он обладает какими-то особыми способностями, или там, не знаю, лазер не умер, он только притворялся, а почему там пахло плохо, никто его знает, мало ли что случилось. А то, что это вот момент диалога между ним и отцом, что он действительно творит его волю. Казалось бы, если бы он просто сказал, Лазарь, выходи, то это было бы даже более величественно, да? Но не просто. Вот та мысль, что Иисус исполняет волю отца и его посланника. Сказав это, он воскликнул во весь голос, Лазарь, выходи, и мертвый вышел. Он был связан по рукам и ногам погребальными перенами, так хоронили, обматывали тканью белой. А лицо его было обвязано платком, отдельным платком подвязывали челюсть. Говорит им Иисус, развяжите его, пусть он идет. Многие из тех иудеев, которые пришли к Марии, видели, что сделал Иисус, уверовали в него. А некоторые пошли к фарисеям и рассказали, что он сделал. Вот, смотрите, одни уверовали, а другие пошли к начальникам. Какая разная реакция. Начальников надо убедить или, по крайней мере, понять, как они на это смотрят. Тогда первосвященники и фарисеи собрали заседание Синедриона и стали говорить, что же нам делать? Этот человек творит так много знамений. Ну, порадоваться, что вот умершего воскресил. Если мы оставим все, как есть, в него поверят все. Тогда римляне придут и уничтожат и нашу святыню, и весь наш народ. Какая логика? А почему, если все в него поверят, то придут римляне? Ну, вероятно, они утратят контроль над ситуацией. Иудеи не очень любят римлян, это, впрочем, взаимно. И если этот самый иудейский народ будет предоставлен сам себе, он, вероятно, говорят, они поднимут восстание. Так вот, все держится на нашем авторитете, на нашем контроле над ситуацией. Ситуация выйдет из-под контроля, начнется восстание, римляне жестоко его подавят, уничтожив, соответственно, храм, ну, и перебив огромное количество народа. Что делать? Одним из них был Каяф, и именно он был в этот год первосвященником. Ну, там он и Ханан были, но формально был именно Каяф, а Ханан, его тесть, он был до Каяфа, и, впрочем, когда его римляне сместили, то он тоже продолжал очень активно участвовать в руководстве народа. Он сказал им, ничего вы не понимаете. Вы что, не видите собственной выгоды? Пусть лучше один человек умрет за народ, зато весь народ не погибнет. Вот такая логика, что можно невинного человека убить, если это как бы для пользы обществу, да? Сказал он это не от себя самого, а потому что в тот год был первосвященником. Вот он и предсказал, что Иисусу предстоит умереть за весь народ, даже не только за этот народ, а чтобы собрать в едино рассеянных повсюду детей божьих. Сказал больше, чем хотел. И с этого самого дня они стали замышлять, как им убить Иисуса. Так что Иисус больше не появлялся среди иудеев открыто. Оттуда он пошел в местность на краю пустыни, в город под названием Эфраем, и там оставался вместе с учениками. Вот опять после такого очень острого и пререкаемого события он уходит, чтобы не возбуждать толпу дальше. Приближалась иудейская Пасха. Многие люди со всей страны отправились в Иерусалим, чтобы очиститься перед празднованием Пасхи. Ну, ритуальные действия, которые нужны для паломников, чтобы предстать перед храмом чистыми. Они стали искать Иисуса и стоя прямо в храме спрашивали друг друга, как думаете, он и на праздник не придет? Ну, вот смотрите, такие благочестивые паломники, а интерес у них, в общем-то, как у туристов, такое шоу увидеть интересное. А первосвященники и фарисеи разослали приказ, если кто узнает, где находится Иисус, пусть об этом сообщит, чтобы его можно было схватить. Ну, а у них своя программа действий. Так что похоже, что арест и казнь становятся неизбежными. Вопрос только в том, как это произойдет и что может еще случиться до тех пор, буквально накануне этих событий. Об этом будет в 12 главе. Продолжение следует...